Машину еще быстро покажу. Тачанка. Нет, вези. Ух ты! Знамя там, радиоприемники, всевозможные телевизоры. А это кто с оленем? Ух ты! Атлас автомобильных дорог из СССР. Это Волга. И это Волга. Слушайте, классно они внутри все стилизовали, книги положили. Вообще бомба. 0.01, слушай, заходила. Ростовский регион. Кто-то на халяву поставил. Ишь, что одна Волга? Да, это современная. У нас таких не было. Я не помню, что они ездили по дорогам. Соборожцы. Ой, да вообще, наверное, 40-го годовка. Ой, инвалидка маленькая, желтенькая. Сейчас покажу. Там еще второй зал есть стилизованный под жизнь казаков. Слушайте, ну машина вообще прям неверена. Двухместная? Я такой вообще ни разу не видела. Ух ты, как интересно. Ну как она называется? А, ну вот да, недостаток в том, что... А, нет, есть. Это инвалидка. Двухместный четырехколесный автомобиль. Мотоколяска. Серийно выпускавшаяся серпуховским мотоциклетным заводом с 58 по 70-е годы. Ничего себе. А говорят, мы отсталая страна была. Москвич. А это тоже москвич. И еще один москвич. 408-й. Ой, это вообще... Как это чудо называется? Блин, с открытым верхом кабриолетом. Разве кабриолеты выпускали? Блин, я бы в такой покаталась. Как тебя зовут? Это тоже москвич. 403-й. Вот позорище. Я не знала, что у нас такой москвич был. Офигеть. Это военные машинки. ЗИС 58-й. Выпускали с 42-го по 46-й. ГАЗ 69-й. Повышенная проходимость. С 52-го по 72-й. Упускали в Глюминии до 75-го года. Блин, они даже где-то пулемет раздобыли нам же. Вот молодцы. Вот тут целый угол стилизован. А это они на парк подляли. Да вроде тут парк Патриот. Там самолеты и вертолеты. Но туда уже в следующий раз. Тут трассу перебегать нельзя. Грузовичок. Газ АА. Полуторка. Грузовой автомобиль Нижегородского, позже Горьковского автомобильного завода. Грузовообъемностью полторы тонны. Известный как полуторка. Еще один кабриолет. Это ГАЗ ААА. Автомобиль среднего класса с открытым пятиместным четырехдверным кузовом типа «Файтон». Лицензионная копия автомобиля «Форд А». Оборудование и документация на производство которого были куплены советским правительством США в 1929 году у «Форд Мотор Компани». Первый советский легковой автомобиль массовой конвейерной сборки. С 1932 по 1936 выпускался. Офигеть! Вот кто бы знал, что у нас такие машины были. Никто не знал. Так, это что за чудо? МК, ребята, это МК. На Горьковском автомобильном заводе выпускали с 1936 по 1943. Это ГАЗ-1173. В конце 30-х годов было принято решение о модернизации автомобиля ГАЗ-М1. Автомобили ГАЗ-1173 производились на Горьковском автомобильном заводе с 1941 по 1948 годы. Это тоже ГАЗ-М20. Победа! Красивая! 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 Это очень красивая! Чайка! Граждане! Советский представитель автомобиль большого класса, выпускавшийся в малой серии на Горьковском автомобильном заводе с 59 по 81. И еще одна чайка. С 77 по 88 выпускали. ЗИЛ 41045. Подлинный шедевр советского автомобилестроения начался в 78 году во время Холодной войны. Модель была преемником ЗИЛ 41045. В дальнейшем ее индекс стал обозначаться как ЗИЛ 41047. Автомобиль предназначался для высших руководителей государства и нес в себе значительное количество конструкторских решений, являющихся строго засекреченными вплоть до начала 90-х годов. Согласно инструкции по обеспечению секретности, полностью комплектные автомобили, прошедшие более 100 тысяч километров, уничтожались. До настоящего времени уцелели лишь немногие экземпляры. Ну, я думаю, что эксперты с удовольствием бы порылись с ним. Думаю, что, наверное, и порылись. Но секреты нам не расскажут. Штурки. Вези. Ой, господи. Ну, красоте. Так, ладно, я пойду телевизор и посмотрю. И потом пойдем во второй зал. Светлана.